С вами Патруль 76, сегодня в программе. Ветераны рассказывают о службе в ГАИ, автомобильный крестный ход, приуроченный к Дню Николая Чудотворца, праздник ГИБДД в честь Дня защиты детей и сюжет о скрытом патрулировании. Всё это прямо сейчас у руля Юрий Кораблёв. Поехали! Не за горами 80-летия со дня образования государственной автоинспекции. Мы пообщались с людьми, так или иначе работавшими в подразделениях ГИБДД. В 85-м году я сопровождал детей, польских 100 человек, 3 автобуса, за селом Шопшей. При сопровождении этих автобусов мне навстречу выскочил грузовой автомобиль ЗИЛ-130 с прицепом. И у меня не было другого выхода, как столкнуть его с дороги. Капитан милиции в отставке Анатолий Хомутов рассказывает, как рисковал жизнью ради детей. Всю жизнь сотрудник ГАИ зарабатывал славу своего ведомства, которое сейчас отмечает 80-летний юбилей. Вся грудь в медалях и у коллеги Хомутова. Владимир Федорченко делится опытом и рассказывает, как в 70-х годах прошлого века проходила процедура сдачи экзамена на права. Выдавался экзаменационный билет, в нем было 10 вопросов. Из них нужно было ответить на 9 правильных и получить положительную оценку. Время давалось 15 минут. Выдавался билет, выдавался экзаменационный лист. И в вопросе было от 2 до 5 ответов, один из которых был верный. Сдавать можно было через 15 дней, не ранее. Потом вождение по городу шло. Допускалось до трех ошибок. После экзаменационных билетов в 1975 году у нас впервые пришли экзаменационные аппараты. Так назывались Вятка-20. А одним из самых ярких событий за всю службу для Валерия Зайцева – подготовка к Олимпиаде-80. Задача стояла непростая – обновить все дорожные знаки на трассе Москва-Кострома. А их было, к слову, около двух тысяч. Ну, самое было страшное то, что апрель месяц, до Олимпиады оставалось два с половиной месяца, ни одного знака не было установлено. И вот мне пришлось пешком идти устанавливать все эти знаки. Знаковым событием в истории ГАИ стал выпуск газеты «Дорога, транспорт, пешеход». В этом году у издания свой юбилей – 20 лет в печати. Своими впечатлениями делится Владимир Муратов. Была она вот такого вида, видите, и бумага немножко похуже. И то, что вот сейчас уже выпускается, название поменялось. В связи с приходом после перестройки, после того, как Советский Союз разделился на несколько государств, и мы стали жить в Российской Федерации, и газету пришлось название ее поменять «Дорога, транспорт, пешеход». Бывший заместитель начальника ГАИ Эдуард Сланский говорит, случаев за всю историю службы было предостаточно. Но самое главное – это коллектив. Мне очень понравился коллектив. Мы жили очень дружно, помогали друг другу, и вообще мне нравилось, сразу понравилось. Я поразился, что здесь в милиции такие же люди хорошие. Валентин Базуев, бывший командир отдельного дивизиона дорожно-патрульной службы, отмечает спокойствие на службе в 80-х годах. Не прямого телефона, одна рация. Безопасность дорожного движения, борьба с нарушителями, помощь водителям, пассажирам и пешеходам – это трудная, опасная и вместе с тем почетная работа. Многие не понаслышке знакомы с непростой службой сотрудников ГИБДД. Их работа требует высокого профессионализма, самоотверженности, мужества и героизма. Дорожная полиция совместно с представителями епархии провела автомобильный крестный ход. Мероприятие проводится для привлечения внимания водителей к проблеме отсутствия взаимоуважения на дорогах, для уменьшения количества аварий и травматизма. Мотоциклисты, сотрудники госавтоинспекции и представители Ярославской епархии – люди разных профессий сегодня с общим делом. Автомобильный крестный ход. 11 лет назад по инициативе священника и по совместительству байкера Георгия Лапшина в городе прошел первый крестный ход на мотоциклах. С тех пор акция проходит ежегодно в День святителя Николая Чудотворца. Святитель Николай предпочитается всеми нами как покровитель путешествующих. Конечно же, мы, верующие люди, сугубо чувствуем его помощь, когда совершаем какое-либо путешествие в то или иное место, чтобы Господь по его молитвам дал нам разум, чтобы соблюдать и правила дорожного движения, и ездить аккуратно по нашим дорогам. Участники крестного хода еще до полуния собираются вместе. Начало движения предшествует торжественный молебен. Крестный ход начинает свое движение. Кортеж с мощами Николая Чудотворца на протяжении всего маршрута сопровождают сотрудники госавтоинспекции и байкера Ярославского клуба «Черные медведи». В православных акциях мы часто и давно уже участвуем. Мы православные, с молитвой ездим в путешествие. Есть такая молитва «Мы в пути, Иисус Христос впереди, Богородица с нами, апостолы за нами». Аминь. На каждом этапе маршрута представители Ярославской епархии совершают молебен возле поклонного креста. Священнослужители благословляют всех участников движения на безопасный мирный путь. Уважать друг друга и соблюдать правила – главные призывы этой молитвы. Крест возле Яковлевской церкви – это вторая точка маршрута. Всего участникам крестного хода предстоит посетить шесть районов Ярославля. А завершающим этапом является Московская трасса возле нефтеперерабатывающего завода. В нашей программе принимают участие сотрудники отдела исполнения административного законодательства управления ГИБДД. Давайте послушаем новую информацию. При неисполнении должником установленный срок требования по плате административного штрафа за нарушение правил Дорожного движения РФ, судебный пристав исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом в виде права управления транспортными средствами. В статье 17.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена ответственность за нарушение временного ограничения на пользование специальным правом в виде права управления транспортными средствами. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов или лишение специального права на срок до 1 года. В России вступает в силу новый регламент сдачи экзаменов на водительское удостоверение. По-новому придется не только сдавать, но и принимать экзамены. Сотрудники экзаменационного отдела уже знакомятся с новыми порядками. В кулуарах госавтоинспекции жарко. Экзаменационные билеты решают экзаменаторы. Да, те самые люди, которые еще вчера принимали теоретические и практические экзамены на получение водительского удостоверения у рядовых ярославцев. Достаточно существенно меняются правила проведения экзаменов. Это и увеличение возможного количества вопросов в теоретическом билете. Если раньше их было 20, то теперь их может быть до 30. Это изменен порядок оценки проведения теоретического экзамена. Переподготовку должны пройти все сотрудники, так или иначе связанные с экзаменовкой. По задумке, кроме объяснения нового порядка действий, занятия должны всколыхнуть и обновить знания автоинспекторов. Более жестко планируют подходить к практической части. Конфигурация экзаменационной площадки остается прежней. Меняется порядок выполнения упражнений. Первое. Это маневрирование. То есть 5.1 это повороты под 90 градусов. Это как раз то, что сейчас размечено. 5.2 это разворот. То есть габаритный двурик по-старому. 7. Это параллельная парковка. В этой последовательности я буду двигаться по этой площадке. 6. Гараж. И упражнение под номером 4, как было, это эстакада. Усложнят ли будущим водителям жизнь такие нововведения? Возможно, они дадут шанс именно тем, кто достойен управлять автомобилем, чувствовать себя свободней в густом дорожном потоке. День защиты детей дорожные полицейские отмечают по-своему. Возле дома культуры нефтяников проводятся интересные детские викторины на тему безопасного движения. Кроме всего, дети участвуют в социальной акции «Добрый знак». Площадь перед дворцом культуры нефтяников в Ярославле традиционно собирает друзей. Ученики средней школы пришли на праздник ГИБДД. Организаторы подготовили много конкурсов. Госавтоинспекция традиционно уже из года в год проводит мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Так, сегодня на базе культуры нефтяников прошло мероприятие по профилактике детского травматизма. Вот, например, на первой площадке дети рисуют на асфальте новые дорожные знаки. В целом, взрослым полицейским иногда даже стоит прислушиваться и поглядывать на творчество детей. В некоторых работах действительно есть здравые мысли. Возможно, однажды они будут реализованы. Это дорожный знак, спуск с горы. Рядом с дорогой запрещен. Бывают иногда трагедии на снежных горах, что машина едет, и человек идет, и сбивает его. У многих ребят дорожные знаки отличаются особым оптимизмом. Когда ты идешь по дороге, замкнувшись у себя, весь грустный, то ты не замечаешь, что происходит вокруг, и ты чаще всего попадаешь в аварии или в какие-то неудобные ситуации. Вторая площадка не менее интересна. Инспектор задает тематические вопросы, а школьники с интересом отвечают. Для пешеходного прихода нет. А для кого это? Для водителя. Для водителя. А первые надо для кого? Для пешеходного. Для пешеходного. Молодцы. Какой же праздник без подарков? Все учащиеся запомнят этот день надолго. Значки, обложки, светоотражающие рюкзаки. Везде символика ГИБДД. И советы о правильном движении по тротуарам, пешеходным переходам вблизи дорог. Мы наблюдаем за рядовым днем сотрудников поста ДПС в Туношне. По статистике, большинство нарушений на Костромской трассе выявляются здесь. Первого претендента на получение штрафа долго ждать не пришлось. У мужчины на светлых жигулях сильно затонированы стекла. Сотрудниками ДПС не спорит. Покорно сознается в своей ошибке. Однако прессе не рад. Вам комфортно дома со шторами жить? Комфортно. А мне с тонировкой. Находчивый водитель приобрел тонировочную пленку многоразового использования. Чтобы избежать наказания, мужчина ее демонстративно снимает. Возможно, скоро на передних стеклах лады она вновь появится. Следующий нарушитель внезапной остановкой явно недоволен. Его десятку слышно издалека. От звукового давления автомобильной музыки закладывают уши. Через тонировку на боковых стеклах не видно водителя. Говорит, спасается от загара. Я солнца боюсь. А штрафов не боитесь? Штрафов не боюсь. И будете также продолжать? Буду. С обвинениями сотрудников ДПС водитель не согласен. Требует проверки. 4%. Допускается 75%. Молодого человека ждет штраф в 500 рублей. Но, похоже, парень не очень расстраивается. Музыка играет. Праздник в машине нарушителя продолжается. Кстати, где есть кнут, там и пряник. Тем, кто ведет себя за рулем правильно, дорожные полицейские приготовили небольшие подарки. Сотрудниками госавтоинспекции среди водителей проводится акция по распространению наклеек со стилизованным добрым знаком. Ведется разъяснительная работа среди автомобилистов о необходимости быть внимательнее на дорогах, особенно вблизи пешеходных переходов, детских учреждений, остановок общественного транспорта, мест массового скопления людей. Мы дарим вам наклеечку. И мы напоминаем сегодня всем водителям, чтобы были осторожнее и внимательнее на дорогах. Многим водителям такая акция пришлась по душе. Эта девушка решила сразу на месте прикрепить добрый знак к своему авто. Скрытое патрулирование – это новый вид выявления нарушений правил дорожного движения. В Заволжском районе Ярославля дорожная полиция наблюдает за работой водителей маршрутных автобусов. Рейд только начинается, а первый кандидат на штраф уже есть. Эта маршрутка привлекла внимание инспекторов на проспекте машиностроителей. Скрытого патрулирования водитель не заметил и попался. Водителю наказания не избежать. И этот шофер далеко не единственный. За полчаса рейда 20 протоколов. Нарушения сыплются, как из рога изобилия. Каждая фиксирует автомобильный регистратор. Эта остановка в неположенном месте. Даже бывают такие случаи, как мы видели сегодня в ходе нашего рейда, что останавливается машино-таспортное средство на пешеходном переходе. Затем проезд под красный сигнал светофора. Часто нарушения на пересечении улицы Малой Пролетарской и Московского проспекта. При движении по Московскому проспекту поворот налево со второго ряда. Итоги рейда неутешительные. В госавтоинспекции поясняют. Маршрутчики часто игнорируют правила дорожного движения. При этом в зону риска попадают не только пассажиры, но и обычные пешеходы. С вами была программа Патруль 76. Соблюдайте правила дорожного движения и пока.